Добрый день, уважаемые новомосковцы! Сегодня у нас такой хороший день. Предприятие «Еврахим» — это наше ведущее предприятие в области. Предприятие, которое не останавливается в том числе в рамках своего производства, изменения своей продукции, модернизации, мы помогаем предприятию. И я хочу сказать, что это действительно та помощь, которую предприятие реализует полностью на 100%. Взаимодействие власти и инвесторов дает такие хорошие результаты. Результаты приводят к тому, что появляются новые производства на той же самой производственной площадке. Вот мы сегодня с Митином Стрешним разговаривали и понимаем, что модернизация не останавливается на запуске селитра, она будет проводиться модернизацией предприятий и дальше. А те старые производственные помещения, которые раньше находились здесь, они потихонечку сносятся и на их площадях будут появляться новые. Я хочу вас поздравить всех, поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд. Действительно он самоотверженный, потому что по итогам года 2015-го Новомосковский азот у нас будет самым крупным налогоплательщиком. Почти 20% налогов, которые поступают в казну Тульской области, это результат вашего труда. Большое вам за это спасибо. Хотел бы поблагодарить помимо Новомосковской и Тулу и предприятий, еще и тульские власти, потому что хорошо, конечно, когда завод, скажем так, хорошо работает, мы это сделали, но еще хорошо, когда Новомосковская это город, в котором хорошо жить. Мы сегодня планируем подписать соглашение, которое должно решить проблему воды, одну из самых больших проблем. И, так сказать, это стало возможным благодаря вам, заводу, который в этом принимает участие, властям, как бы она в результате, и работа будет, и налоги будут, и вода будет в доме. С праздником! Большое спасибо за труд и всех успехов! Соглашение – это продолжение проекта по большой воде, и в воде заинтересованы, прежде всего, жители Новомосковской и производство, которое находится здесь. Мы начинали этот проект еще почти два года назад. К сожалению, компания, которая должна была выполнять функции инвестора, обанкрочена, и компания «Еврахим» выразила желание войти и помочь горожанам с решением этого вопроса. Это вопрос, который решает в целом проблему Новомосковска, и при определенных обстоятельствах, в том числе, возможно, решение для Донского, Узловой и частично Кимовска. Во-первых, это безопасность, во-вторых, это новая продукция, это новые рабочие места, и это другой уровень заработной платы. Сегодня на предприятии средний уровень заработной платы 42 тысячи рублей. По Тульской области у нас 26,5 тысяч рублей, то есть здесь полтора раза выше. И вот мы с Дмитрием Степановичем обсуждали, он говорит о том, что планирует, что в конец года выйдут на среднюю заработную плату... Не меньше 45 тысяч рублей. То есть это существенное... В рамках того, что все-таки инфляция сейчас выше, чем была в предыдущие годы, конечно, это существенная поддержка тех людей, которые живут... Ну, тех, кто работает на предприятии, и членов всех семей. Мы заинтересованы в этом. Ну и еще раз я хочу поблагодарить компанию, потому что предварительно, по итогам текущего года, Новомосковский азот заплатит в казну Тульской области около 17% налогов. Это вот взнос предприятия, взнос жителей Новомосковского, взнос работников Еврохима в общее развитие Тульской области. И на сегодняшний день открывается почти 130 гектаров земли, которые становятся фактически новым технопарком. Потому что здесь охранная зона, здесь полностью все коммуникации, вода, канализование, газ, электричество, ЖД-пути, соответственно, подъездные пути. Ну, то есть есть все. Среды, персонал. У нас персонал обученный, учебный комплекс и хорошо развивающийся сам город. То есть, по сути, на этих 120 гектарах мы можем в будущем разместить еще производство с объемом инвестиций примерно в 60-70 миллиардов рублей. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы, так сказать, сама территория, это же охранная зона. То есть, по сути, это у нас новая площадка, которая позволяет привлечь новых инвесторов, высокопроизводительных и высокотехнологичных. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок